Привет друзья, сегодня с интернет магазина Gearbest мне приехала коробка, размер которой чуть меньше чем был у коробки с 3д принтером. Содержимое этой коробки позволит вывести съёмки видео на канале на новый уровень, ведь это... ну по превью видео вы уже поняли что это. Это Xiaomi Mi Drone, самый дешёвый кудрокоптер для профессиональной фото и видеосъёмки с воздуха. Сегодня мы посмотрим что это, как оно работает и как оно снимает. В коробке сразу видим квадрокоптер с инновационными китайскими кубическими пропеллерами. Шутка. Xiaomi очень любит картон и сразу готовимся к тому, что его будет много. Камера на трёхосевом подвесе. Аппаратура управления. Конвертик. Картон. Пустые картонные коробушки для избавления от лишнего объёма в коробке. Представляете, лишний объём просто заняли коробками, причём очень-очень хитрой конструкцией. Два комплекта пропеллеров. Зарядный блок питания для аккумулятора. И всякие провода-шнурочки. О, ещё есть беспроводной модуль. Вот так это выглядит без пакетиков. Минимальная комплектация. Давайте начнём с аппаратуры управления. Вот берёшь её в руки и сразу понимаешь, что это игрушка премиум класса. Потому что корпус изготовлен из софт-тач пластика. По бокам здесь и снизу под пальцами сделаны резиновые или силиконовые такие мягкие штуковины. То есть держать пульт очень приятно. И вот так, как консольщик. И вот так, как профессиональный пилот-гонщик. То есть пульт, в принципе, удобный. Здесь у неё находится крутилка управления камерой по вертикали. Крутилка, кстати, с фиксацией в центре. И здесь крутилка без фиксации для управления яркостью ходовых огней. Это, конечно, бред делать для такой функции целую отдельную крутилку на аппаратуре. Но в настройках на телефоне можно будет всё это дело перенастроить. Вот это переключалка обычного полёта и возврат домой. То есть, например, где-то мы заблудились, нажали «Лететь домой», подлетели поближе, вернулись обратно в режим полёта и продолжаем летать. Кнопка включения, кстати, при однократном нажатии показывает заряд аккумулятора текущий. Это кнопка автоматического взлёта и автоматической посадки. Также с обратной стороны есть кнопка для съёмки фото и кнопка для записи видео. В нижней передней части аппаратуры есть отсек с портом для подключения. Это порт microUSB под зарядку и порт USB для подключения к смартфону. При помощи либо вот такого microUSB шнурка, либо беспроводного донгла. Я думаю, он будет по Bluetooth связываться с телефоном. Ну и, соответственно, телефон вставляется вот сюда. Офигенно сделано. Просто антенки ставятся вниз и телефон зажимается вот в этой штуке. Причём можно менять наклон. Вот такая вот штука. Аккумулятор здесь, естественно, литий-полимерный, как у всех квадрокоптеров. Здесь он на 4 банки, ёмкость 5-100 мАч. При нажатии вот на эту кнопочку показывает текущий заряд. Примерно 75%. Заряжается он от идущего в комплекте блока питания. Блок питания, кстати, здоровый и довольно мощный. Почти 3 А. То есть аккумулятор зарядится примерно за полтора часа. Зарядный штекер спрятан в такой очень интересный пенальчик. То есть пенальчик открываем. Аккумулятор подключаем. И заряжаемся от розетки. Ну и, естественно, от американской. То есть нужно будет где-то найти переходничок. Стабилизированный подвес с камерой крепится отдельно. Вообще, все время получилось сделать довольно интересную штуку. Вот смотрите, квадрокоптер в разобранном положении занимает довольно мало места. Конечно, кажется, что он большой, но на самом деле он плоский. То есть он спокойно вмещается в рюкзак, в чемодан, не знаю, в портфель. Можно под куртку его засунуть. То есть места он много не занимает. Но в то же время подготовка к взлету занимает буквально одну минуту. Потому что пропеллеры ставятся очень быстро. Это вы увидите потом. То есть нет никаких гаек, которые нужно закручивать и контрить. Здесь все очень быстро. И то же самое подвес. Он ставится буквально вот раз и все. Можно лететь. Сам подвес у нас трехосевой. Закреплен на демпфирующей платформе. На вот таких китьках, как их называют. Камера здесь хорошая. С матрицей от Sony. Вообще, есть две комплектации Mi-Drone. Один с камерой 4K, один с камерой 1080p, то есть Full HD. У меня как раз 4K. И как снимает камера мы увидим позже. Но здесь можно посмотреть. Есть вход под USB. Есть слот для карты памяти. И там просматривается маленький вентилятор. Сам кудрокоптер выглядит очень надежно. Очень вес такой толстенький, жирненький, очень прочный. Сборка отличная. Нигде ничего не гнется и не хрустит. Ножки здесь складные и раскладные. То есть, для полета мы их раскладываем, чтобы можно было приземляться и не повредить камеру. И после полета ножки обратно собираем. Шелк-кудрокоптер стал плоский и вместился в наш рюкзак. Сзади отсек под аккумулятор. Аккумулятор занимает больше половины места в корпусе квадрокоптера. И в принципе это правильно. Значит, эффективность у этой системы довольно высокая. Движки, кому интересно, 2212 на 800 КВ. Снизу на лучах находятся бортовые огни. Передние два белые. И задний правый, задний левый, соответственно, зеленый и красный. Чтобы можно было понять, куда же квадрокоптер повернут в пространстве. Вот здесь спереди находится блок дополнительной навигации. Вот это, я так понял, ультразвуковой датчик для определения высоты над уровнем земли для автоматической мягкой посадки. И вот еще одна дополнительная маленькая камера. Я так понимаю, это то же самое, что у Pixavka PX4 Flow. То есть эта камера позволяет удерживать позицию в помещении без использования GPS. Она смотрит на поверхность под квадрокоптером и держит точку. Чуть ниже находится люк для установки подвеса с камерой. Ставится она очень быстро. Откидываем лючок. И ставим подвес с камерой. Все. Камера установлена, можно лететь. И точно так же быстро она снимается. То есть раз, два, три. Все. И еще я остался в полном восторге от вот этих пропеллеров. Это сразу видно качественные пропеллеры. Не то, что пропеллеры для самодельных квадрокоптеров. То есть они очень толстые, гибкие, очень ровное, отличное и замечательное литье. Без изъянов, без обоев. Очень приятно даже в руках просто их держать. Ставится пропеллеры очень просто. Есть два сереньких и два золотых. Соответственно, на лучах есть золотые пометки и есть серые пометки. То есть крест-накрест. Это первая часть защиты от дурака. Вторая часть защиты от дурака. Серый пропеллер на золотистый луч вы не поставите. Он просто туда не подойдет. Это здорово. Для начала переводим замочек в положение открыть. Ставим пропеллер на его место. Он подпружинивается. И ставим закрыть. Все, пропеллер установлен. То есть реальный сбор квадрокоптера из положения из рюкзака в положение к полету готов. Занимает буквально две минуты. Поставить пропеллеры, раздвинуть ноги, извините, и поставить камеру. Потом нужно будет подключить, соединиться с квадрокоптером смартфона и можно летать. Для смартфона нужно будет скачать приложение Mi Drone. Дальше, естественно, нужно дорегистрироваться. Но если у вас телефон Xiaomi, то можно войти под своим аккаунтом, который прямо привязан к телефону. Раз и все. Если вы первый раз летаете из-под своего аккаунта, то вас ждет такая штука, как режим новичка. Где радиус полета ограничен 100 метрами и высота 50 метров. Здесь, если полистать, можно посмотреть некоторые базовые понятия о квадрокоптерах. Как они летают, как они управляются, за что отвечают стики. Но это все я уже рассказывал в своих предыдущих видео про самодельный квадрокоптер. То есть здесь все понятно. Единственное, здесь дизайн квадрокоптера производится наклоном обоих стиков вниз на себя. Это мы потом еще дальше увидим. Теперь нам нужно подключить телефон к аппаратуре. Включить аппаратуру, включить квадрокоптер. И тогда сможем продолжить. С аппаратурой радиоуправляемых игрушек есть вполне распространенное заблуждение. Многие считают, что антенна должна быть направлена на модель. То есть вы должны стоять и целиться в модель. И это совсем не так. Диаграмма направленности вот таких антенн – это бублик, центр которого лежит на оси антенны. То есть антенна должна быть наоборот, перпендикулярна к летящей модели. В случае с квадрокоптером от Xiaomi, если вы летаете без телефона, что, конечно же, невозможно, антенки я хотелось бы держать кверху. Но так как мы ставим телефон вот сюда, антенки будем загибать книзу. То есть они все равно останутся параллельными летающему где-то там квадрокоптеру. И это правильно. Это, конечно, кажется странным, но это правильно. Теперь нам нужно подключить смартфон к аппаратуре. И раз китайцы положили нам Wi-Fi донгл, давайте им воспользуемся. Так, теперь аппаратуру нужно включить. И здесь она включается, ну, довольно-таки неочевидно. Сначала нажимаем на кнопку включения один раз, и затем удерживаем где-то две секунды. Ну и, соответственно, все включается. Теперь нужно подключиться по Wi-Fi. Так, нужно найти сеть под странным, непонятным названием, и к ней подключиться. Пароль 123456789. Теперь можно вернуться и ждать проверки соединения. Все, телефон подключился к аппаратуре. Тут можно видеть некоторый интерфейс, сиомиевский. То есть всякие настроечки, ну, потом мы с этим еще разберемся. Ну, и я предполагаю, квадрокомтер включается точно так же. Нажимаем и удерживаем. Оп! Что-то появилось. Так, видим, подвес запустился, откалибровался уже, видите, стабилизирует. Будем куверять дальше. Так, вот у нас изображение из камеры. И камеру можно крутить. И, кстати, вторая крутилка на аппаратуре все-таки по умолчанию отвечает за коррекцию экспозиции при съемке. То есть можно очень быстро менять с яркого на темное. Кстати, если вылезть до кошечка с предложением обновиться, я думаю, стоит это сделать. Новая версия – это всегда новая версия. В камеру нужно вставить карту памяти, и потом можно будет нажать «Обновиться». Настроек тут, конечно, полно. Одна из самых любимых – калибровка компаса. Но этим мы будем заниматься уже в поле, в точке взлета. Сейчас индикатор показывает очень сильную интерференцию магнитного поля, взлететь нам не дадут. Гайд для новичков мы уже видели, и ограничения на режим новичка тоже. Самое классное, что режим новичка теперь можно просто взять и выключить. Напомню, раньше нужно было налетать 300 минут в режиме новичка, чтобы разблокировался обычный режим. Затем этот кошмар уменьшили до 1 часа. И вот теперь наконец-то можно просто взять и выключить его нафиг. Настройки обычного режима. Обычный режим – это стабилизация по GPS и барометру, то бишь по координате и высоте. Тут можно настроить максимальную скорость, радиус полета и высоту, а также высоту, на которой коптер делает автоматический возврат домой. Последняя настройка. При полетах в городе нужно ставить побольше. Режим VPU придуман специально для полета в помещениях. Навигация здесь осуществляется по нижней камере и датчику расстояния, и GPS не используется вообще. Очень полезный режим. Максимальная высота 2,5 метра, и желательно летать над хорошо освещенным нижним покрытием с неоднотонной текстурой, чтобы камере было проще отслеживать перемещение. Режим ATTI – это ручной режим, без датчиков и GPS. Как обычно о нем пишут, только для профессионалов. Ну, короче, гоночный. Можно откалибровать аппаратуру. Всякие настройки соединения. Вот настройка функции правого колесика. Коррекция экспозиции камеры, яркость ходовых огней, и еще можно повесить на него переключение между GPS и ручным режимом. Очень круто сделан экран статистики аккумулятора. Показывается зарасходованную емкость, температуру и напряжение на каждой ячейке. Умный аккумулятор – это, конечно, шикарно. Можно откалибровать подвес. Можно настроить чувствительность подвеса, но лучше пока не трогать. Настройки камеры. Можно выбрать режим, и разрешение, и частоту кадров. Круто. Есть режим Full HD 100 кадров в секунду. Какой-никакой Full HD слоумо. Здорово. Разрешение фото. 800 мегапикселей. Блин, ну дают китайцы, а. Вот такие дела. Остальные настройки не так критичные. С ними сами разберетесь. Если вы помните, я не боялся летать по своей комнате на большом самодельном кудрокопте размера 450. А здесь есть специальный режим для полёта в помещениях. Так что, думаю, грех его не попробовать. Ух, это было страшно. Что касается размера, Медрон действительно отлично вмещается в обычный спортивный рюкзак вместе со всем фаршем. Причём подвес с камеры я для сохранности замотал в чехольчик, и спрятал это всё в пищевом контейнере. Камера не будет страшна, никакая перевозка. Но если вы вдруг свяжетесь с карьерой пилота-оператора на мероприятиях или со съёмкой промышленных объектов, на чём, кстати, можно неплохо заработать, лучше присмотреться к специализированным рюкзакам для дронов. Мне, например, посчастливилось заполучить на тестирование крутой рюкзак от фирмы Ривы Кейс, который появится в продаже только весной следующего года. Это огромный рюкзак с жёсткими стенками и модульным внутренним пространством, в который спокойно уместится любой дрон форматами дрон или фантом со всеми аксессуарами, пара обычных камер, штатив и всякая мелочёвка. Также для такой работы будет полезно иметь с собой ноутбук, для которого здесь предусмотрен отдельный карман. И останется ещё куча кучи на свободного места. Ссылку на страницу рюкзака на официальном сайте вы найдёте в описании под видео, а также подписывайтесь на аккаунт Ривы Кейс, фейсбук и инстаграм, там довольно часто проходят розыгрыши рюкзаков и сумок для ноутбуков. Когда летаете на новом месте, первым делом нужно откалибровать компас. Нажимаем старт и начинаем вращать квадрокоптер. Затем будет предложено поворачивать его по другой оси. Всё, можно лететь. Так, ну давайте попробуем взлететь и немного покружимся. Квадрокоптер всегда находится в режиме удержания позиции, то есть если отпустить стики управления, он зависнет в точке. Чувствуется, что китайцы плохо настроили коэффициенты пидрегулятора, сам коптер немного трясётся, но я читал, что обещали добавить ручную подстройку этих самых коэффициентов. Но подвес он на той подвес, чтобы сглаживать всю утря складку дурокоптера, и видео получается чертовски стабильным. Попробуем сделать салфиашку. Кстати, пару фото и видео файлов с камеры коптера я закину себе на яндекс диск, ссылку оставлю в описании под видео. Это для тех, кому интересно оригинальное качество без сжатия ютуба. Попробуем как он автоматически полетит и приземлится домой. Я точно не помню, но приземлился он практически вместо взлёта, ну плюс-минус, наверное, метр. В целом точность GPS довольно высокая. Вот так, например, висит коптер под GPS. Качается максимум сантиметров на 10-15. Что касается удержания позиции по датчику расстояния до земли и нижней камере, здесь вообще всё круто. Коптер точно знает, где его место, и никуда с него уходить не собирается. Для тех, кто боится сам взлетать и сам приземляться, есть кнопка автовзлёт и автоприземление. Чтобы активировать режим, нужно кликнуть, а затем удерживать кнопку около секунды. То есть вы поняли, что никаких навыков управления этой штукой не нужно. Это устройство для съёмки, а не для плитушек. Электроника делает за вас практически всё. Сделаем панорамку с высоты 100 метров в 1080 и в 4к. Максимальная скорость набора высоты 4 метра в секунду. Максимальная скорость снижения составляет 2 метра в секунду. Продолжение следует... Максимальная горизонтальная скорость в режиме GPS 8 метров в секунду, что есть около 30 км в час. Но в настройках максимальную скорость можно поднять до 16 метров в секунду, то есть почти 60 км в час. Я уверен, что многие спросят по поводу дальности. Так вот, передача видео отваливается через километр, но по управлению и телеметрии можно лететь до 5 километров. То есть чисто по карте и по GPS. Ограничение по высоте настраивается, но предел составляет 500 метров. Что касается аккумулятора, то по тестам в интернете я видел честные 25 минут. И чувствую, что так и есть, потому что один аккумулятор я отлетал наполовину, а летал я в сумме около 15 минут. Но всегда можно взять второй аккумулятор, и минимум 40 минут полётов будут вам обеспечены. Не весенние, а именно полётов. Вот в Сёме, блин, опять картон закатали. Хрен достанешь. Кстати, если летаете зимой, обязательно следите за приземлением в сугробы, потому что малюсенький кусочек снега может испортить весь отснятый материал. Но в любом случае, просто купив этот коптер, вы становитесь профессиональным оператором, потому что чуть отклонил два стика и просто летишь, и получаешь весьма профессиональные кадры. Что касается режимов полёта. Если подключиться к аппаратуре по Wi-Fi, а не через USB, то аппаратуру можно будет убрать в рюкзак и летать со смартфона в автоматических режимах. Например, Orbit, настраиваемый облёт по кругу. Моя основная камера замёрзла, пришлось снимать на эту. И, к сожалению, так близко она не фокусируется. В общем, можно настроить высоту орбиты, скорость облёта и радиус. Все изменения сразу видно на карте. Во время облёта камера будет автоматически направлена на точку взлёта. Это очень удобный режим, если вы снимаете себя без помощника пилота, и нужны красивые кадры в движении. Второй интересный режим – дроне. Селфи при помощи дрона. Вручную ставите коптер на начальную позицию, и задаёте время полёта, высоту, скорость, возвышение, в общем, все возможные параметры. И получаете вот такие кадры, снятые в автоматическом режиме. Потом можно вернуться в точку взлёта в автоматическом режиме. И вот здесь, кстати, видно, как близко к точке взлёта приземлился квадрокоптер. Я бы сказал, прямо в то самое место, откуда я взлетал. Это офигенно. Тут, кстати, есть ещё парочка GPS-режимов, которые не требуют действий с аппаратурой. Это полёт по точкам, то есть по заложенному маршруту. А также tap-to-fly, то есть вы тыкаете на точку на карте, и коптер послужно в неё перемещается. Ну что, попробуем обещанные 100 кадров в секунду? Ещё раз! Ну в целом, Xiaomi Drone оставил только приятные впечатления. Он стоит гораздо дешевле Фантома, а снимает ничуть не хуже. Но вот у Фантома будет чуть больше настроек и полётных режимов. Мидрон отвечает на это модульностью и более компактными размерами. На этом всё, если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, я постараюсь ответить на самые, на мой взгляд, важные. Ссылка на коптер и некоторые полезные аксессуары ждёт вас в описании под видео. Спасибо за внимание, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok